здравствуйте студенты тема сегодняшней лекции строительные и судейские размеры спортивных сооружений тема лекции размеры игровых площадок их разметка следует применять в соответствии с правилами соревнований специализированные залы для ручных спортивных игр вадимитон баскетбол волейбол гандбол теннис настольный теннис могут предназначить назначается как для одного вида спорта так и для с нескольких из этих видов при условии что внутренние габариты залов соответствует размерам площадок требуемым правилам по игру игровым видам спорта при этом в залах где проводится учебно-тренировочные занятия должен также размещаться определенный комплект стационарного и трансформируемого вспомогательного образования для этих занятий наиболее распространенные залы 30 на 18 метров для волейбола баскетбола и бадминтона 36 на 18 метров которые можно заниматься также теннисом варианты использования для различных видов спортивных игр залов имеющих наиболее распространенные строительные размеры а также их расчетная пропускная способность приведены в таблице при определенном размещении в зале нескольких площадок для одного вида спортивной игры количество инвентаря не увеличивается пропорционально число числу площадок а применяется применительно к табелью на одну площадку исходя из общей площади площади зала и его пропускной способности а также каждом отдельном случае определяется количество оборудования инвентаря для зала площадь которую которых превышает размеры площадки зале 30 на 18 метров если не предназначен и для баскетбола и не и для бадминтона устанавливаются основные баскетбольные щиты с соответствующим креплением а тренировочные щиты не предусматриваются зале 30 наш 18 метров для учебно-тренировочных занятий связи с небольшим расстоянием от боковых линий учебных площадок для волейбола до торцовой цены зала стойкая устанавливается не на растяжках а прикрепляется непосредственно к стене и при трансформации не убирается залах 36 на 18 метров специализированных только для тенниса тренировочных стенку рекомендуют размещать по обоим торцовым стенам зала кроме того в зале для тенниса все пролеты гимнастические стенки следует располагаться вместе а середине продольные стены зала гимнастические стены стенки тренировочные щиты для отручного мяча стенки для тенниса хромбические щиты при размещении их по продольным стенам зала необходимо располагать на стенках не имеющих оконных проемов или проемов из них который расположен на высоте четыре с половиной метра от пола при размещении зала несколько площадок между ними следует как правило предусматривать съемочные разделительные устройства произвольные конструкции и для задержки мяча разделительные устройства а также переносные барьеры для лошадок настольного тенниса не включены табель и экспликацию оборудования инвентаря для бадминтон и тенниса в торцах поле поле для для игры должны предусматриваться фоны из материи темного цвета кроме того для тенниса предусматривается тренировочная стенка высотой 3 метра а для бандвола тренировочная на стены сшит высотой 2 с половиной метра и шириной 3 с половиной метра место для зрителя стационарные или временные нужно располагать как так чтобы расстояние от боковых и лицевых линий разметки разметки поля для игры до первого ряда зритель было бы не менее 3 метра для волейбола не менее двух метров для бадминтона баскетбола и ручного мяча для полошадках для тенниса расстояние до зрителей от задней линии разметки поля для игры должен быть не менее 6 метров от боковых не менее 3 с половиной метра а при соревнованиях высокого масштаба соответственно не менее 8 и 4 с половиной метров в целях более рационального размещения таких мест по примере периметру площадки рекомендуется в зале 36 на 18 метров дополнительно предусматривает разметку одной площадки для соревнований по волейболу и одной по ватминтону при проектировании залов с балконами для зрителей не низ конструкции балкона должен быть от на отметке не менее 3 целых 7 десятых метров от поверхности пола зала в этом случае крепить баскетболные щиты нужно конструкции балкона залах 30 на 18 и 36 на 18 метров метров балкон рекомендуется предусматривать только одну из продольных стен зала при этом площадку до волейбола следует сдвигать к противоположной стене но так чтобы боковая линия разметки поля игры было бы 2-3 метра от нее в залах рекомендуется принимать следующие цвета разметки площадок при одной или нескольких не прикрывающих друг друга разметках площадок белый цвет при двух перекрывающих друг друга разметках площадок белый или оранжевый цвета при трех перекрывающих друг друга разметках площадок белый оранжевый и черный цвета при большом количестве перекрывающих друг друга разметка они должны Они контрастировать между собой, четко выделять на фоне поля, в зависимости от цвета которого можно отклонить от разных указанных выше рекомендаций. На площадках для баскетбола площадь трехсекундной зоны, а также площадь центрального круга окрашивается цвет, констатирующий цветом пола разметочных линий. В залах 30 на 18 и 36 на 18 метров предусматривается дополнительная разметка пунктированной линиями черных площадок уменьшенных размеров для отработки отдельных элементов игры в волейбол. Спасибо за внимание.